Привет, с вами Варлорд. Продолжаю ознакомить вас с Nexonites второго полугодия 2016 года. Сегодня самый доступный набор из этой линейки второго полугодия. Называется он Шаровая ракета, а количество деталей 95. Начнем с просмотра коробки. Она очень маленькая, как и сам набор. Наверху видим, что это Lego Nexonites, возраст по сборке от 7 до 14 лет и артикул набора 7318. Основное место на коробке занимает изображение самого набора. В наборе две фигурки. Первый это огнеметатель. Фигурка достаточно интересная. Принты на торсе, спереди и сзади, и на ногах тоже есть принт. Вооружен энергетическим арбалетом, который, конечно же, может стрелять по принципу стат-шутера. На голове эракес, ну а за спиной колчан со стрелами, обращая внимание на его устрашающее выражение лица. Вторая фигурка это Стражник Королевства Найтони. Тоже он встречается в некоторых наборах Nexonites. У него крутые доспехи и наплечники. Также интересный шлем, выполненный в синем цвете. И принты доспехов, спереди на ногах и сзади. В руках у него копье из серии Castle. А вот и вопрос для моего видео. Напишите в комментариях, кто такой огнеметатель, и в каких наборах Nexonites он встречается. Перед вами сам набор. Баллиста. Как вы понимаете, набор относится к армии Джестро и на самом деле выглядит довольно зловеще. У него есть два колеса, благодаря которым он будет перемещаться по полю боя. Но одними колесами набор бы не выделялся. Здесь есть довольно крутая функция стрельбы. Как вы заметили, спереди есть два принтованных глоблина. Как вы понимаете, такие детальки уже попадались, но тем не менее довольно прикольные. Ну а тут у нас есть две серые детали. Вы на них нажимаете, и выстреливают глоблины. Обычно ракеты такого формата летят довольно недалеко, но за счет дополнительных деталек все немного улучшается. Сама баллиста выполнена преимущественно в черных и серых цветах, но из дополнительных есть прозрачно-оранжевый и коричневый. Много классных деталей в этом наборе. Например, эти тесаки. Прозрачно-оранжевая деталь вот такого вот вида. Две, точнее четыре коричневых детали техник. И здесь вот такие вот два декоративных элемента. Меня привлекло то, что, я так понял, их можно снять и дать в руки огнеметателю, для того, чтобы у него было оружие ближнего боя. Здесь их, конечно же, два. Вот и само место, где будет сидеть огнеметатель. Тут есть рычаг. И также обратите внимание на то, что спереди присутствует прозрачно-оранжевая деталька. Такая же есть и на колесах. Дизайн, в общем, довольно интересный и набор прикольный. Подведем итоги. Набор небольшой, скажете вы, но тем не менее, это сразу его и минус, и плюс. То, что он небольшой, дает нам понять то, что и стоит он довольно недорого. И дает на самом деле самый дешевый набор из наборов по второму полугодию 2016 года из Nexonites. Тем не менее, в наборе две интересные фигурки, да и баллиста смотрится хорошо. Из нее можно построить и интересную самоделку, или ей можно дополнить армию джестеру. В общем, ставьте лайк, если понравилось это видео, и вы ждете продолжения обзоров на серию Lego Nexonites. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и вступайте в группу ВКонтакте. Также напишите в комментариях, как вам этот набор, и какой из наборов Nexonites второго полугодия вы считаете лучшим. Да и, кстати, хочу сказать спасибо всем тем, кто написал в комментариях, кто такой Черный Рыцарь. Конечно же, это был Робин. Ну и вот эти комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Всем удачи и всем пока!